Завтра в жилые дома дадут тепло. Сегодня тепловики проверяли, как работают котельные и теплопункты. Кое-где завершали ремонт. Наталья Ткачук с подробностями. Вот уже который день тетя Феня наблюдает, как тепловики копают под ее окном. В котельной прямо возле дома с августа идет ремонт. А в маленькой кухне Суклейской хрущевки пока и без отопления тепло. На улице за 20. Считаете рановато еще, да? Конечно. А вы как? Вы тот, кто больше любит, когда тепло? Или тот, кто наоборот любит, чтобы было прохладно? Прохладненько, чтобы было. Ну, для детей надо. Это несомненно. Горячей воды, пока идет ремонт котельной, в доме нет. Жильцы говорят, можно перетерпеть. Лишь бы зимой перебоев с водой и отоплением не было. В прошлом году из-за старого оборудования котельная не раз останавливалась. Я не знаю, у меня квартира на ту сторону, у меня очень тепло. У меня сейчас все открыто, все балконы, все окна. С этой стороны холодно, люди обижаются, что от земли холодно, от подвалов холодно. Но ждем все равно, ждем тепло, ждем горячую воду. Я люблю, чтобы было тепло. Единственное, что когда горячая вода, пропускать надо, когда люди не пользуются. В этой Суклейской котельной сделали капитальный ремонт. Поменяли все и теперь она будет работать без сбоев. А на балке горячую воду теперь не будут отключать даже летом на техобслуживание. Тепловики реконструировали теплопункт, через который горячая вода идет на 20 многоэтажек. Заменили обогреватели и теперь горячая вода в домах будет всегда. На техническое обслуживание уходит одна группа, включается вторая. То есть у людей будет вода постоянно. Это первое. Второе. В летний период, когда температура теплоносителя низкая, мы включаем их параллельно. И у нас все равно качество воды остается летом такое же самое, как зимой или осенью. То есть 50 градусов, там 48, у нас всегда у потребителя будет. Завтра тепло пойдет в жилые дома. Приказ уже подписан. С 8 утра батареи начнут прогреваться. Отопление включат по всей республике, всем и сразу. Где-то система сразу может не запуститься. Слесаристы по сетей пойдут по домам, проверять, как все сработало. В течение трех дней мы произведем запуск. После чего 14 дней будем проводить гидротические режимы, наладку и развоздушивание системы. На что следует обратить внимание сейчас людям после включения отопления? Как всегда, это что? Ну, естественно, что, как всегда, это попадание нашего персонала на верхние точки системы центрального отопления. Да, и крутить вентили самим, прикручивать тепло или перекрывать систему тепловики не советуют. Так без тепла и ни на один день может остаться целый дом. На все вопросы про отопление могут ответить в диспетчерских. Они работают в каждом районе. Наталья Ткачук, Леонид Мостак, ТСВ.